Здравствуйте! На моем канале эта тема будет об, значит, значит, есть такая вот тема скиния Давида, восстановление скиния Давида. И люди полагают, что вот это вот восстановление скиния Давида, это метод поклонения. То есть восстановление поклонения. То есть люди ориентированы на поклонение, поклоняться. Поклоняться, и это как бы якобы есть скиния Давида. Конечно же поклоняться, это здорово, это классно. Это вот у меня сейчас включено поклонение, я сам нахожусь в этой позиции, позиции поклонника, поклоняться. Но восстановление скини Давида включает в себя не только поклонение, дело в том, что это не только поклонение, основная функция, о чем еще говорил, или кто-то говорил, да, в Библии написано, да. Так, садись, 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 вот, о чем, о чем вообще суть, в чем смысл, восстановление скини Давида. Ишоа как-то сказал такую фразу, ты не хочешь кушать? Ну все, беги. Ну, это чай. Чай, вот, сначала скушаешь, потом чай будет. Скушаешь, когда ты... Значит, основное назначение... Так, все, тихо. Основное назначение вообще вот этого направления, восстановление скини Давида, помнишь, что он сказал, разрушите храмский? Другими словами, если правильно переводить, вообще правильно понимать, суть, о чем еще он сказал, он говорит, не разрушите храмский, как бы, типа, а, если вы даже и разрушите, типа, я восстановлю. Нет, он сказал, вы разрушите храмский. Вы разрушите храмский, а я в три дня его восстанавливаю. Немножко по-другому звучит, да? Восстановление скиния Давида. Он называл тело свое храмом. Это есть скиния Давида. Это есть скиния Давида. Вы храм Духа Святого. Это есть скиния Давида. Восстановление скиния Давида включает в себя очень мощную штуку. Познание Господа. Это самое основание. Самая-самая-самая основополагающаяся штука. Откровение и познание Господа. Это самое основание, на чем утверждается все остальное. Это самая-самая сердцевина, самая суть, самая соль. И что говорил? Вы, соль земли и свет этому миру. Восстановление скиния Давида. Оно произошло. Тебе и мне. В этом нужно просто быть или войти, если не вошел. И первое, на что нужно тебе обратить внимание, имеешь ли ты познание, постоянное познание и откровение, которое внутри тебя рождается. Если ты даже не понимаешь, о чем речь, что такое познание и откровение, это говорит о том, что мы сейчас с тобой даже об этом помолимся. Дух Божий крести. В себя крести. Пусть придет крещение. И Павел молился. Молю о духе премудрости и откровение к познанию его. Это и есть восстановление скинии Давида. На этом все. Всего хорошего. Мира, добра, любви, жизни и истины. Продолжение следует...